Нерабочие недели, которые продлены указом президента по 30 апреля включительно, помогут выиграть время на борьбу с вирусом. При этом президент уточнил, что органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения будут работать, как и прежде. В этот перечень предприятий входят и коммунальные службы. Все муниципальные предприятия города в сфере ЖКХ относятся к предприятиям полного жизненного цикла. Все работают в полноразмерном формате, обеспечивая коммунальное, санитарное и транспортное благополучие горожан. С 8 апреля двери для жителей региона открывает общественная баня на лесосаводе. Будет открыта в особом режиме баня заводская, потому что там находится район, где наибольшее количество него выстроено жилье. И по предложениям предприятия на этой неделе мы еще откроем бани заводские. То есть я думаю, что если ситуация ухудшаться не будет, мы перейдем к режиму работы, когда будут установлены определенные время для обработки санитарной, ну и соблюдаться будут также рекомендованные социальные дистанции между посетителями бани. Однако бани будут работать в особом режиме. Посетителям необходимо будет заранее записываться на посещение общественной бани. В посещении бань там должна будет быть обязательно телефонная запись, то есть не должно быть столпотворения, будет ограничено количество одномоментно находящихся лиц в бане. Поэтому хотелось бы, чтобы вот эта информация тоже для граждан прошла, чтобы они понимали, что если вот эти учреждения и будут работать, то они будут работать на каком-то особом режиме, и чтобы они с пониманием относились ко всем тем мерам, которые мы на данный момент вводим. Что касается уборки города, то предприятие «Чистый город» работает в усиленном режиме. Для качественной и своевременной уборки городской территории была добавлена ночная смена. Так, за четыре дня вывезено 440 метров кубических талых вод, а также более 6000 метров кубических снега. Учреждение работает в штатном режиме. Работаем в три смены. Работы про чистки почти не останавливаются. Третья смена была добавлена в связи с тем, что сейчас, естественно, приближается, так сказать, положительная температура и таяние снега, поэтому максимально решили усилить работу по выводу снега. Добавлю, прием граждан в учреждении приостановлен, кроме ритуального отдела. По всем вопросам следует обращаться по телефону, который вы видите на своих экранах. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.